В штабе регионального ресурсного центра волонтёры Подмосковья многолюдно. На протяжении года эти школьники собирали посылки в зону специальной военной операции и писали письма. А сегодня у них важная встреча с теми, кто ездит на передовую, с теми, кто рассказывает нам каждый день новости о том, как проходит СВО. Из первых уст от военных корреспондентов школьники услышали реальные истории. Мы не просто стали журналистами, военкорами. Мы ещё были и волонтёрами, потому что мы привозили воду, продукты питания в эти осаждённые города, в том числе в Мариуполь. И животных там спасали, и людей вывозили из-под обстрелов. Евгений Ленин, журналист федерального канала, находился на Украине ещё до начала СВО. За его спиной десятки выездов в самые опасные точки и сотни новостных сюжетов для телеканалов «Первый» и «Звезда». Каждую историю он пропускал через себя. И в этом году принял решение отложить в сторону микрофон и пойти добровольцам на фронт. С сентября этого года Евгений возглавляет Ивановский народный фронт. Лина Корсак – военный корреспондент. Несмотря на хрупкую внешность, тоже имеет стальной характер. Ты можешь выйти, и непонятно, как твоя служба судьба, вообще придёшь ты домой или нет. Потому что у нас, допустим, был населённый фронт, куда мы приехали, это «Золотое-5». Там была школа, единственная школа. И получалось так, что с украинской стороны была возвышенность, и там работал снайпер, и отрабатывал каждое утро в районе 8 утра, когда дети шли в школу. Находясь в зоне СВО, с первых дней Лина не раз вела репортажи с передовой. Награждена медалью за отвагу, за спасение раненых бойцов. Ей есть, что рассказать школьникам. Война – это тоже не для каждого, не для каждого, скажем так. Это начинает от каких-то психологических моментов, что это тяжело, заканчивая годовые моменты. Потому что когда у тебя есть лесополка, и поспать, и туалет, и что-то там приготовить, поесть. Ну, такое себе удовольствие, особенно в холодное время года. Такие встречи помогают детям не только разобраться в причинах происходящего, но и мотивируют помогать фронту. Школьники задали военкорам интересующие вопросы и поблагодарили их за встречу. Сервер Бекмаветов, Новости, Химки ТВ.